МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Период с 80-го по 1985-й год в советской истории получил ироничное название пятилетка пышных похорон. В это время один за другим умерли три генеральных секретаря ЦК КПСС и четыре члена Политбюро. Но если первые смерти Косыгина, Суслова и особенно Брежнева народ воспринимал с искренней печалью, то кончина замкнувшего эту траурную цепочку Черненко стала лишь поводом для оструд. Вы будете смеяться, но он тоже умер. Эта циничная шутка из старого еврейского анекдота была в те дни очень популярна. Константин Устин Черненко казался олицетворением отжившей свое политической системы, власти кремлевских старцев или, как говорили, геронтократии. Было очевидно, что столь дряхлый, немощный, одышливый человек не мог, не должен был руководить огромной страной. Но на самом деле с болезненностью и немощью Черненко не все было так просто. Всего за год до своего избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Константин Устинович был здоровым, бодрым и физически сильным для своего возраста человеком. А трясущимся инвалидом он стал в результате серии несчастных случаев, которые произошли с ним как раз в тот момент, когда он взошел на вершину власти. Досадные инциденты, связанные с его здоровьем, были настолько нелепы и необъяснимы, что по кулуарам власти поползли упорные слухи. Черненко убрали те, кому он мешал. Хоронили Константину Устиновича Черненко по высшему разряду. В стране был объявлен трехдневный травм. Тело не кремировали и не замуровали в Кремлевскую стену, а опустили в землю, в гробу неподалеку от захоронений Сталина, Брежнева, Андропова и прочих из числа тех, кому выпала честь обрести последнее пристанище в нормальной традиционной могиле неподалеку от Мавзолея. Константину Устиновича хоронили 13 марта 1985 года. С трибуны Мавзолея были сказаны теплые слова об ушедшем. В его память назвали одну из улиц Москвы в районе Гальянова, но впоследствии ее переименовали назад в Иркутскую улицу. Тогда же возникло предложение переименовать в честь Черненко город Пензу, где он проработал в обкоме партии. Но, к счастью, это предложение тогда не было реализовано. В официальных некрологах после краткой биографии всегда следует личная характеристика покойного. В некрологе Черненко она начинается так. Много сил и внимания уделял Константин Устинович Черненко совершенствованию форм и методов идейно-воспитательной и организаторской работы партии в массах, ее кадровой политики. В переводе с бюрократического на нормальный язык это значит, что Черненко всю жизнь занимался идеологией и внутрипартийной расстановкой сил. И дело свое он знал блистательно. Константин Устинович был прирожденным аппаратчиком. Он умел, казалось бы, документы абсолютно разноплановые, разновекторные, проникнутые прежде всего общим ведомственным интересам, сводить воедино так, что они приобретали какую-то внутреннюю политическую цельность. Черненко стал олицетворением ленинского лозунга «Социализм – это учет и контроль». И эта особенность личности Константину Устиновича очень важна для нашего расследования. Он был виртуозом аппаратной борьбы, и переиграть его по внутрипартийным правилам не было никакой возможности. А раз нельзя переиграть, для противников остается только один путь – физическое устранение. Но к тем выводам, к которым мы пришли в ходе нашего расследования, мы вернемся позже. Пока же поговорим подробнее о вещах, куда более банальных, но совершенно необходимых для любого следствия – о биографии нашего героя. Свое восхождение к посту руководителя одной шестой части суши Константин Устинович начал с самых низов. Константин Устинович Черненко родился 11 сентября 1911 года в селении Большая Тесть. В общем-то, от рождения он был человек такой хилого здоровья, слабый. Но тем не менее, тем не менее, уже с 1923 года он пошел работать, как написано в одном из документов, под наема кулакам. Трудовую деятельность Черненко начал в 12 лет. Никакого особенного угнетения он не испытывал, ел за одним столом со своими нанимателями и жил у них на правах члена семьи. Но в дальнейшем этот эпизод биографии очень пригодился Константину Устиновичу. Его происхождение и начало карьеры соответствовали самым строгим партийным критериям. Окончил параллельно трехгодичную школу крестьянской молодежи, сельской молодежи. Был очень развитым парнем, на него обратили внимание. Он был очень активным комсомольцем. И уже в возрасте 18 лет он стал работать секретарем по агитации и пропаганде Новоселовского райкома комсомола. Именно в этот период Черненко прошел свое боевое крещение. Однажды они с красноярским коллегой по фамилии Юзупчик приехали в деревню Черная грязь сообщить крестьянам о начале раскулачивания. При таком известии между зажиточными и бедными жителями деревни сразу возник конфликт. Черненко и Юзупчик только и успевали следить, чтобы дело не дошло до драки, но за всем углядеть не смогли. В разгар спора внезапно раздался выстрел. И стоявший рядом с Черненко Юзупчик упал замертво. Убийца его нашли в тот же день. Убийца оказался местный мельник. И он посетовал, что успел выстрелить только один раз. Сказал, что молокососу Черненко повезло, что, будь возможностью, второй пулей он бы завалил и его. А поскольку сибиряки известны не только как справные хозяева, но и как меткие стрелки, ну, можно сказать, что тогда Константин Устинович уцелел только чудом. Разумеется, этот случай тоже лег в копилочку незапятнанной партийной биографии Константина Устиновича. Говорят, что был хороший оратор, агитатор. И вообще был человек достаточно живой, очень любил стихи. И даже первый выговор получил, будучи комсомольцем, за то, что читал Есенина, которого особо комсомолью не приветствовали в те годы. Через год Черненко ушел в армию. Место, где он служил, было горячей точкой того времени. Это был Харгос. Погранзастава на границе с Китаем. На счету отряда, в котором служил Черненко, есть очень яркие эпизоды. Например, полное уничтожение банды некоего Бекмуратова во время боя в ущелье Чебартал. Даже говорили, что он был пулеметчиком. И, так сказать, будучи метким таким, что называется, сибирским стрелком, немалый вклад внес в эту победу, если так можно сказать, местного значения. Там он вступил в партию в пограничных войсках и стал секретарем парторганизации погранзаставы. После армии Константин Черненко вернулся в родной Новоселовский район Красноярского края на ту же должность, с которой уходил, заведующего отделом пропаганды и агитации. Но уже не в райкоме комсомола, а в райкоме партии. И стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Секретарь крайкома партии Иван Голубев, собирая свою команду, обратил внимание на хваткого, расторопного знатока Чистушек, умельца хорошо посидеть за столом, сказать хороший тост любимца женщин, что опять же тогда считалось немаловажным для партийных работникам Константина Черненко, и повысил его в должности уже до третьего секретаря Красноярского обкома партии. Здесь Черненко впервые допустил маленькую промашку. Как показало наше расследование, за всю свою карьеру, за 57 лет, он ошибся только два раза. Удивительный пример осмотрительности. Не менее удивительный то, что обе эти ошибки послужили Константину Устиновичу на пользу. Уже упомянутый мною главный партийный руководитель региона Голубев решил выпустить две книги, живописавшие героическое пребывание Ленина и Сталина в ссылке в Туруханском крае. Через секретариат Сталина оно оказалось на столе вождя в конце 42-го года. И в тот момент якобы Сталин, будучи не в духе, сказал, что вот сейчас не время для таких книг, и вообще прославлением товарища Сталина, если и заниматься только после того, как выиграем войну. Редактированием книги в соответствии со своими должностными обязанностями занимался Черненко. А потому сегодня трудно сказать, чем был продиктован сталинский запрет на ее издание. Скромностью вождя или качеством самой книги? Ведь образование Константина Устиновича по-прежнему ограничивалось тремя классами школы рабочей молодежи, учитель которой любым стихам предпочитал матерные частушки. Как бы то ни было, когда решение Сталина было доведено до красноярской партийной элиты, положение Черненко стало угрожающим. И начальник Константин Устиновича Голубев отправил его подальше от глаз недоброжелателей. В Москву. Учиться. В 43-м году Черненко направляет на учебу высшую школу партийных пропагандистов, председателя КВКПБ. По удачному стечению обстоятельств, школа партийных организаторов как раз в это время возобновила свою деятельность. Это было уникальное учебное заведение, предназначенное для ускоренной подготовки руководящих кадров. Принимали туда людей, имевших не менее пяти лет опыта работы в партийном аппарате и не менее десяти лет партийного Сталина. Кроме того, абитуриенты по возрасту должны были быть не старше 35 лет. Константин Черненко подходил по всем статьям. Кстати, тот факт, что после сталинского нагоняя он отправился не на Соловки, а в Москву, многие исследователи биографии Черненко связывают едва ли не с промыслом божьим. Дело в том, что в 41-м году в Красноярске после многочисленных мытарств поселился архиепископ Лука Воина-Ясенецкий, ныне причисленный к лику святых. И Черненко был среди тех, от кого его преосвященство получил вполне конкретную помощь. Он получил в свое распоряжение первую открытую тогда в городе церковь и стал первым после 25-летнего перерыва архиепископом Красноярской епархии. Ну, вероятно, это благое дело, неожиданное, нетипичное для партийного секретаря, спасло в тот момент Черненко от гнева, страшно сказать, самого товарища Сталина. А вот вторая ошибка Константина Устиновича была связана с делами, прямо скажем, иного рода. С теми, за которые с одинаковым рвением карали грешников и служители церкви, и партийные инстанции. Дело в том, что ахиллесовой пятой молодого Черненко оказалась его чрезмерная тяга к прекрасному полу. А вы знаете, какой Черненко в молодости ходок был? Говорят, что у него, кроме жены, всегда по три-четыре любовницы были. А жена куда ж смотрела? Чего ж ума-то ему скалкой-то не вложила? Так, наверное, на всех силенок хватало. Вот он, видать, тогда-то их и подрастерял. К старству он развален был они человек. Открылась эта особая неравнодушие Черненко к прекрасному полу в самый неподходящий для него момент. В 1946 году он окончил партийную школу, получил направление в Пензу на пост секретаря обкома по пропаганде. И тут, учтя предыдущую неудачу с книгой о Сталине, он предпринял новую идеологическую инициативу. В 1948 году исполнялось 100 лет со дня кончины уроженца Пензенской губернии, известного критика Виссариона Григорьевича Белинского, которого ценил и охотно цитировал в своих выступлениях Сталин. Именно Черненко, как секретарь по идеологии и культуре, организовал на малой родине Белинского в Чембарский музей. Летом 1948 года туда из Москвы приехало, в том числе из аппарата ЦК, немало видных гостей. Юбилей Белинского удался на славу. Черненко отметили, он был снова вызван в Москву и назначен инспектором ЦК ВКПБ. По неписанным партийным правилам это означало, что его готовят к высокому посту, первым секретарем области, края или ЦК Компартии Союзной Республики. Но после назначения вдруг обнаружилось, что моральный облик товарища Черненко не соответствует идеальному образу строителей коммунизма. Через несколько дней в ЦК, в Москву, приходит телега, в которой одна, так сказать, гражданка, которая назвалась его бывшей женой, что называется, резала правду матку. Она обвинила Константина Устиныча в аморальном поведении. Оказалось, что Анна Дмитриевна Любимова, с которой состоял в браке Константин Устиныч, уже его пятая по счету жена. И что помимо законных браков, у Черненко было бесчисленное количество интрижек на стороне, причем многие его романы благополучно проистекали параллельно с другими, не менее знойными историями. То, что вот эти факты личной биографии были скрыты, Черненко, когда он перемещался по служебной лестнице, ничего этого не отражало и так далее, вот эти свои предыдущие браки, они сыграли, конечно, с ним такую в его жизни негативную роль. Всего этого компромата было достаточно, чтобы пересмотреть решение о назначении Черненко инспектором ЦК. И вместо этого назначения ему предложили заместителем заведующего агитпропа отделом в ЦК Компартии Молдавии. Для Черненко такое резкое понижение в должности стало страшным ударом. С тех пор он кардинально изменил образ жизни, чем наверняка осчастливил свою супругу Анну Дмитриевну. Наше расследование позволило установить, что в следующие 37 лет жизни Константин Устьинович ни разу не подставился и не дал на себя никакого компромата. Именно с этого времени он окончательно превратился в того виртуозного аппаратчика, который смог дослужиться до поста генерального секретаря партии. В политического игрока, которого скорее удалось бы ликвидировать физически, чем под него подкопаться. Он прошел все ступеньки от самых низших до самой верхней. И очень долго их проходил. И это, конечно, давало ему право заслуженно занимать новые и новые должности, потому что он показывал себя на предыдущей работе. Константин Устьинович не мог знать, что назначение в Молдавию станет его счастливым билетом. Что именно там он познакомится с Леонидом Ильичем Брежневым, который станет впоследствии его покровителем. Черненки и Брежнев сближаются. Их деловые отношения перерастают в более тесные, дружеские. И, в общем, эта встреча повлияла на дальнейшую политическую судьбу Константина Устьиновича. Но нельзя не отметить, что само появление в Молдавии Брежнева стало косвенным результатом деятельности Черненко. На новом месте у Константина Устьиновича сразу не заладились отношения с первым секретарем республиканского ЦК Николаем Григорьевичем Ковалем. И тут Черненко впервые показывает себя вполне сформировавшимся, дальновидным и расчетливым мастером позиционной внутрипартийной борьбы. С 1948 по 1950 год между ними шла постоянная борьба. Шли, может быть, и инспирированные, так сказать, Черненко, соответствующие, так сказать, информации в ЦК ВКПБ в Москву. Коваль критиковался за кумовство, за, так сказать, развал всей, как бы, хозяйственной жизни в республике, за различные хозяйственные злоупотребления и так далее. Ну, в общем, много чего там было. Все это закончилось тем, что его отстранили, и вместо него назначили первым секретарем ЦК Кумпартии Молдавии Леонида Ильича Брежнева. Так возник этот мощный тандем, который просуществовал затем несколько десятилетий. Брежнев-Черненко. Да кто это такой, Черненко этот? Просто примазался вовремя к Брежневу, вот и вся его заслуга. Ох, не скажите! Он, может, великим мыслителем и не был, но зато интригант тот еще был. Говорят, всю подковерную возню партийную под контролем держал. Все интриги на шаг вперед просчитывал. У вас послушать, так еще неизвестно, кем бы стал Брежнев без Черненко. А что? Выходит, что так. В 56-м году Брежнев добился перевода Черненко в Москву, заведующим отделом пропаганды. Это была самая низовая должность в ЦК. Таких отделов в нем было 200. Но Константин Устинович не допустил в своей работе ни одного сбоя и через пять лет возглавил секретариат Президиума Верховного Совета. Черненко был достаточно типичным партаппаратчиком, и, как писал Пушкин, денег, славы и чину спокойно в очередь добился. В 65-м Константин Устинович стал заведующим общим отделом ЦК КПСС. Общий отдел был сердцем и мозгом партийного аппарата. Сбор и анализ текущей информации, обработка материалов особой секретности, работа с архивами, техническое обеспечение проведения партийных мероприятий. Весь этот круг обязанностей относился к сотрудникам общего отдела. Это была родная стихия педантичного, скрупулезного и неутомимого Черненко. Уже в ранние годы Черненко показал свою феноменальную работоспособность. Когда Константин Устинович оказался во главе общего отдела, то приходилось ему работать едва ли не по 14-16 часов. Приходил домой поздно вечером. Ну, понятно, какая нагрузка. Тем более, когда, в общем-то, Черненко являлся хранителем главной информации и всех секретов партии. На этом посту Константин Устинович стал фигурой, хотя и закулисной, но очень значительной. В его руках был архив и каналы поступления информации. Это был мощный управленческий рычаг. Он заведовал всем партийным делопроизводством. А в Советском Союзе того времени делопроизводство стало реальной властью. Все бумаги, все постановления ЦК оформлялись в этом отделе. От Черненко зависела быстрота, продвижение или вообще торможение, или вообще полное забвение тех или иных решений, особенно по кадровым вопросам. Он был прекрасный организатор, орговик. Имел прекрасную память, знал, систематизировал информацию. Брежнев без него просто не мог обходиться. По любому вопросу Черненко мог моментально подготовить сообщение. Причем без всякой пуфты, лажи, а деловое, точное и краткое. Царь Николай I однажды в сердцах сказал, Россией правит не император, а столоначальники. В течение 18 лет Черненко и был тем самым правящим Россией столоначальником. Есть даже свидетельство, что вот эта прослушка, которая осуществлялась в кабинетах на Старой площади, тоже вот входила в обязанности Константину Устиновичу Черненко. Он был такой, в общем-то, приверженец механизации, автоматизации, что называется, канцелярского труда. Сделал даже вот пневмопочту между Старой площадью и Кремлем. И вот эти все бумаги, распоряжения буквально за секунды попадали туда, что называется, за зубчатку. Константин Устинович был, в общем-то, правой рукой, тенью Леонида Ильича. Брежнев, по всей видимости, всецело доверял своему верному соратнику. Их отношения с Черненко выходили за рамки простых служебных взаимоотношений. Это была настоящая дружба. И хотя Константин Устинович неизменно подчеркивал расстояние, которое разделяет их как начальника и подчиненного, Брежнев со своей стороны делал все, чтобы эту искусственную, на его взгляд, дистанцию сократить. Иногда позвонит к нему в цыковский кабинет и, в общем, обратится к Косте. Что сейчас делаешь? Черненко отвечает. Вот разбираем материалы, текущие работы. Брось все, отвечает Брежнев, приезжай ко мне, хорошо отдохнем, так сказать, а с работой мы еще успеем разобраться. Брежнев часто приглашал Черненко на охоту. И Константин Устинович всегда приезжал в Завидово, даже если чувствовал себя не очень хорошо. Еще во время службы в Молдавии он начал страдать от амфиземы легких. Ему, Сибиряку, плохо подходил теплый и влажный климат юга. Болезнь давала о себе знать и потом, когда Черненко уже жил в Москве. И сохранились, опять же, воспоминания рядовых сотрудников Брежневской охраны, которые видели, как мучительно долго, особенно в сырое время года, чихал Черненко, как ему приходилось прямо там, завидовав ингаляторами, восстанавливать сбитое дыхание. Но куда бы ни звал его Леонид Ильич, на охоту или в гости, Черненко никогда не отказывался от дружеской беседы. Для Брежнева же такие разговоры были настоящей психотерапией. Довольно забавный, на мой взгляд, эпизод. Брежнев уже в конце 70-х годов стал страдать хронической бессонницей. И вот однажды в приватном разговоре с Черненко Леонид Ильич пожаловался. Вот все никак не могу заснуть. А Черненко, который тогда тоже находился уже в не лучшем состоянии, говорил, все хорошо, Леонид Ильич, все хорошо своим тихим, таким мирным голосом. Да я заснуть не могу. Все хорошо. У меня бессонница, а ты все хорошо заладил одно и то же. А тогда это нехорошо. Черненко как очнулся. Брежнев как мог старался отблагодарить Черненко и за службу, и за дружбу. В 72-м году Константин Устинович получил первую звезду Героя социалистического труда. В 77-м он стал кандидатом в члены Политбюро. А через год в награду за участие в разработке новой советской конституции членом Политбюро ЦК КПСС. Черненко всерьез заговорили как о возможном преемнике вождя. Заговорили прежде всего о нем уже всерьез после того, как в 81-м году он получил Ленинскую премию, получил ее как главный редактор сборника документов «Очерк истории и внешней политики СССР». К концу 70-х Константин Устинович становится настолько влиятельным в высших партийных кругах, что его считают одним из двух кандидатов на пост генерального секретаря партии. Вторым преемником Брежнева называют Юрия Владимировича Антропова. После смерти Брежнева генсеком становится именно он. Но Юрий Владимирович тяжело болен, прикован к аппарату искусственной почки, руководит страной из больничной палаты. Понятно, что долго он не проживет. Теперь кандидат на пост генсека только один – Черненко. Человек опытный в партийных интригах и в ту пору абсолютно здоровый физически. Наше расследование позволило установить, что именно этот момент стал в судьбе Константина Устиновича ключевым. Именно тогда происходит цепь странных событий, которые становятся для Черненко фатальными. Первый нелепейший инцидент, который в один вечер перечеркнул все надежды старой гвардии партийцев и усилия самого Константина Черненко, произошел летом 1983 года. Он отравился. Значит, отравился он при очень загадочных обстоятельствах. В августе 1983 года Черненко с женой, сыном, невесткой и трехлетним внуком отдыхал в Крыму. Однажды к ним в гости зашел зять Виталия Васильевича Федорчука, хорошего знакомого Константину Устиновича, в прошлом шефа КГБ, а ныне министра внутренних дел Советского Союза. Зять Федорчука принес угощение. Собственно, ручно выловленную и закопченную ставриду. С виду ставрида была свежей и очень вкусной. А вечером умирающего от отравления Черненко отвезли на реанимационной машине в аэропорт и отправили в Москву. У Черненко началась страшная рвота. И фактически могла быть возможность и летального исхода. Это отравление дало осложнение на его давние заболевания легких, которыми он страдал еще с пребывания в Молдавии. Константину Устиновичу еле спасли. Его лечащий врач, академик Евгений Иванович Чазов, дал медицинское заключение, что здоровье и работоспособность Черненко вернуть на прежний уровень невозможно. Константин Устинович стал инвалидом. У него начались легочная и сердечная недостаточность, цирроз печени, дистрофия внутренних органов и тканей тела. До вот этой поездки в Крым, до августа 83-го года, Черненко был совсем не тот человек. Даже в Крыму все поражались у охранники, как он быстро плавает, никто угнаться за ним не мог, заплывает за буйки. То есть он поехал в августе 83-го года в Крым совершенно нормальным, бодрым, работоспособным человеком, а вернулся уже фактически инвалидом и до самой смерти вот в этом состоянии тяжелым находился. Наше расследование позволило установить, что при отравлении Черненко наложились друг на друга сразу две несчастливые случайности. Первая – та, что рыба была недоброкачественной. И вторая – что продукт попал прямо на стол Константину Устиновичу, минуя санитарную службу. Черненко в это время был вторым лицом в государстве. Любой предмет, передававшийся ему, проходил специальную проверку на безопасность. А уж продукты отправлялись на экспертизу в обязательном порядке. Но гость, который принес злосчастную Ставриду в дом Черненко, был зятем человека, надежность которого не вызывала никаких сомнений. Виталий Федорчук был очень мощная фигура в Советском Союзе, опытный чекист, контрразведчик, очень жесткий, сильный волевой человек. Да отравили, Черненко, точно вам говорю. Вся семья рыбы ела, а отравился только он. Разве так бывает? Ну, могло ведь быть и случайное совпадение. Когда коммунист Артём погиб в катастрофе, Будённый тоже сказал Сталину, мол, случайность – это. А Сталин ему тогда и ответил, когда случайность имеет политические последствия, к этой случайности стоит присмотреться. Правду, говорите? Ой, правда, совпадений тут многовато. Конечно, тот факт, что ядовитый гостиниц Черненко получил из рук человека, имеющего отношение к всесильному КГБ, стал богатой почвой для слухов и домостов. Однако сейчас уже установить истину невозможно. Остаются только свидетельства и мнения очевидцев. Черненко убирали почти в открытую, о чём практически открыто сказал тот же Прибытков. Прибытков намекает на то, что это было не просто случайное отравление, а намеренная акция, чтобы вывести таким образом Константину Стиловича из строя. Через несколько месяцев Черненко более-менее пришёл в себя. Прежнее здоровье к нему действительно не вернулось, но он уже не был прикован к постели. Андропову становилось всё хуже. Он уже не мог управлять государством. И фактические функции генерального секретаря взял на себя Черненко. А потому, когда в феврале 1984 года Юрий Владимирович Андропов умер, ни у кого и сомнений не возникло. На его место должен прийти Константин Черненко. Это естественный ход вещей. И после смерти Андропова назначение кого бы то ни было, кроме Черненко, было просто невозможно. Потому что ситуация во власти была именно такой, что тот человек, который в отсутствии генерального секретаря ведёт заседание Политбюро, он и становится генеральным секретарём. Вот только здоровье у него по-прежнему хромало. Для окончательной поправки его снова отправили в отпуск. На этот раз не на море, где плавает опасная рыба Ставрида, а в высокогорной санатории под Кисловодском. Этому человеку нельзя было отдыхать, судя по всему. Горбачёв уговорил его поехать в санаторий Сосновый Бор в Кисловодске, который расположен на тысячи метрах над уровнем моря, и куда ему ехать было противопоказано в связи с его лёгочными болезнями. Он поехал, поддался этим уговорам, поехал. Оттуда уже его на носилках, значит, с этого санатория возвращали. В высокогорном разреженном воздухе Черненко стало плохо в первый же день. Его уговорили остаться, переждать акклиматизацию и дождаться результатов целебного санаторного лечения. Ещё через несколько дней Константин Устинович не смог подняться с постели. Его срочно эвакуировали в Москву. Чазов, его главный лечащий врач и биограф, писал в книге «Впоследствии здоровья и власть», что не совсем понимает причины, по которому страдавшего лёгкими Черненко направили именно в санаторий, находящийся на опасной для него высоте над уровнем моря. Приходится признать, что прославленные кремлёвские врачи в случае с Черненко совершили досадный промах. Причём промах необъяснимый ничем, кроме политической необходимости в чьих-то интересах. Подобное лечение оказалось крайне губительным для Константина Устиновича. И фактически с ноября 1984 года Черненко уже не появлялся на работе, не проводил заседание полетбюро. Бразды правления постепенно переходили ко второму секретарю ЦК партии Михаила Сергеевича Горбачёва. Мнения людей, хорошо знающих ситуацию с отдыхом и лечением Черненко в последние годы его жизни, разделяются. Одни говорят, что всё произошедшее могло быть случайностью. Другие, что таких случайностей просто не бывает. Ставритка Федорчука могла быть случайностью. А назначение режима лечения, прямо противопоказанного ему в соответствии с его болезнью, это тоже случайность? Думаю, нет. Поэтому можно предполагать, что и Ставритка тоже случайностью не было. Черненко отнюдь не был той развалиной, которую обычно нам представляют. В книге его помощника Прибыткова «Аппарат» есть две фотографии, где подписи говорят сами за себя. Черненко до Ставритки Федорчука и Черненко после Ставритки Федорчука. То, что в обоих случаях подорвавших здоровье Черненко были допущены ошибки, это факт. Сначала Черненко дали некачественный продукт, и в нарушение правил предварительно его не проверили. Затем рекомендовали Константину Устиновичу вредный для его здоровья режим лечения. Был ли у кого-то злой умысел? Или всё произошло по халатности? Вопрос отдельный. И мы в ходе нашего расследования вряд ли найдём на него стопроцентно верный ответ. В таком случае остаётся лишь одно – выяснить, какова была ситуация, в которой все эти события произошли. Какими были бы результаты намеренного отравления Черненко с учётом особенностей его личности и сложившейся обстановки в аппарате ЦК КПСС? Как мы уже установили, подкопаться под Черненко при помощи обычных интриг было невозможно. Он был неуязвим и сам мог переиграть кого угодно. Андропов на всех членов политбюро, ЦК и так далее, на всех, кого он считал своими врагами или гуглентами, он собирал компромат. Вот, кстати, одна из версий того, что, мол, якобы Андропов стоял за отравлением Черненко, она и заключается в том, что на Черненко не было никакого компромата. Все его дети были необычайно скромными. Не просили никаких привилегий, нигде не напивались, не устраивали никаких бриллиантовых дел, скандалов и так далее. Необычайно тихие, скромные люди. То есть на этого человека у Андропова не было ничего. Большой вопрос. Зачем бы понадобилось Андропову убирать Черненко в то время, когда Юрий Владимирович уже занял пост Генсека? Но нас интересуют не версии, а конкретные факты. В отношении Черненко не сработали бы те методы, которые оказались эффективны в отношении других претендентов на высший пост в государстве. Тот, кто мог реально претендовать и был бы сильной кандидатурой Романов, к тому времени был многослойно дискредитирован. Из стариков наиболее сильным и деятельным был, пожалуй, Гришин. Но, с одной стороны, Гришин был в глазах некоторых дискредитирован, а, во-вторых, Гришина боялись. Черненко был однозначно бессребренником, не был хапугой и в чисто человеческом отношении был человеком достойным. Более того, это был человек высокой самодисциплины. И его деятельность на посту генерального секретаря ЦК КПСС была не попыткой кремлевского старца удержать власть холодеющей рукой, а, как убеждены многие исследователи, по сути дела, самопожертвованием. Он был единогласно избран, уже совершенно необычно больной человек. Когда после пленума Константин Устинович пришел домой, его супруга Анна Дмитриевна воскликнула Костя, что же ты сделал, зачем ты пошел на это? На это Константин Устинович и ответил, так надо, к сожалению, так надо. Теперь каждое, так сказать, движение для, не просто там, понимаете, заседания или встречи иностранных, всяких гостей, персонного, в общем-то, обыкновенно там, так сказать, пройти по кабинету служебному для Черненко представляло большую сложность. Он задыхался на ходу, шел, что называется, по стеночке. Известно, что Черненко неоднократно зондировал почву, желая выйти в отставку. Известно, что он неоднократно звонил своему самому близкому товарищу по Политбюро Андрею Громыко и говорил, что намеревается просить товарищей по партии освободить его от обязанностей генерального секретаря. И если и дальше следовать той версии, которую мы выстроили в ходе нашего расследования, то остается признать, некие силы, которые сделали все, чтобы убрать Черненко от власти, добились своего. Будь Константин Устинович здоров, все могло бы пойти по-другому. Невозможно было представить, чтобы Политбюро проголосовало, минуя Черненко за Горбачева. Это возможно было только в одном случае. Если бы сам Черненко отказался от идеи стать генеральным секретарем. Но он от этой идеи не мог отказаться, во-первых. Во-вторых, к этой идее его подталкивали и все остальные. Тот же Громыко, тот же Тихонов, тот же Устинов. Они не могли себе представить секретаря Горбачева. Смерть Черненко достаточно объяснима. Черненко мешал приводу к власти Горбачева, которая была необходима как определенным внутренним кругам, так и, можно предполагать, и в еще большей мере внешним кругам. Было ли коммунистическое правительство во главе с Черненко благом для страны большой вопрос. Но то, что именно так считали члены Политбюро, не вызывает никаких сомнений. И они, словно окруженные превосходящими силами врага солдаты, у которых не оставалось надежды на смену и подкрепление, все-таки не сдавались. А политруком у них, как когда-то в молодости, в сражениях на пограничной заставе Харгос, был Константин Черненко. Эпоха Черненко, интересна еще и тем, что никаких кадровых перестановок не было. Состав Политбюро лишь только убывал. Если на начало 82-го года, после 26-го съезда, в составе Политбюро было 14 человек, то к моменту смерти Черненко, считаю, самого Черненко, там оставалось 10 человек. То есть шла постоянная убыль. И некем было заменить. Они ничего не могли сделать. Их оставалось все меньше. Но эти старые, изработавшиеся люди оттягивали экономическую и политическую катастрофу той страны, которую они знали и которой были преданы. Делали они это как могли, даже без особой надежды на успех, даже зная, что их усилия часто дают ровно противоположный эффект. Назначая очередного кандидата в мертвецы, вернее, скажем так, инициируя избрание новым генеральным секретарем очередного кандидата в мертвецы, окончательно дискредитировали в глазах прежде всего страны саму коммунистическую партию и идею советской власти. 7 февраля 1985 года Константин Черненко последний раз был в своем кабинете в Кремле. После этого до самой смерти он оставался в Центральной клинической больнице. 24 февраля состоялись выборы в Верховный Совет СССР. В больничную палату, где лежал Константин Устинович, привезли урну для голосования, генсека одели в официальный костюм, и он опустил в урну бюллетень. Это усилие отняло у него последние силы. На следующий день, когда Виктор Васильевич Гришин приехал к нему и сказал, дорогой Константин Устинович, за вас проголосовало 100% избирателей, Черненко только шевельнул рукой и прошептал «Хорошо». В 12 часов дня 10 марта 1985 года Константин Устинович Черненко впал в кому. В 19 часов 40 минут его сердце остановилось. И он был последним, значит, вот, генсеком и председателем президиума Верховного Совета, которого так торжественно и шумно хоронили. Причем страна уже, естественно, устала. Это был, значит, за короткий промежуток. За три года третий генсек, когда умер Брежнев, еще там, жалостный русский народ, где-то кто-то там плакал и переживал, то тут уже просто откровенно было до фарса. Давно отшумели политические страсти, перестроечная эйфория сменилась разочарованием. А затем не только эпоха Черненко, но и эпоха Горбачева стали историей. И теперь, глядя на фигуру Константина Черненко беспристрастно, мы можем сказать, наверное, он не был великим политиком. Наверное, его мировоззрение было ошибочным. Но он был достойным человеком. Мучительно умирая, он продолжал бороться за идеалы своей молодости. И до последнего вздоха оставался на своем посту. Символично, что его могила у Кремлевской стены стала последним и в определенной степени знаковым захоронением на этом ВИП-кладбище. Ведь со смертью Константина Устиновича Черненко начала свой путь в небытие не только страна. Огромный и некогда могучий Советский Союз. Но и целая эпоха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok